Вот получила новый календарик с Украины на 2016 год. Он полностью весь в цветах. Очень красивый. Тут разноцветные цветы. Конечно, бабушки любят такого, котиков, собачек, но почему-то именно когда на первой странице я увидела те любимые цветы, не знаю, какое количество... Пытаюсь себя не то что заставить, просто хочу их нарисовать, но все, когда руки не доходят, наверное... Также из обновочек у нас блендер. Первому блендер сдох. Весьма замечательно и быстро. Прямо с дымком. А теперь вот пошел новенький. Наконец-то поменяла железные эти вставки, блины. Я не знаю, как правильно называют. Тут я уже жарила, жир попал на свою плиту. Так что любители моих семинарных видео будут уже видеть красивые, новые, чистые обновки, которые не стыдно показать, которые будут служить как минимум еще года три. И заменить их абсолютно можно свободно. Они продаются в продаже. Стоит такой набор. Идет маленький блинчик, вот этот металлический, и большой 5,37, что-то в этом роде. Еще из обновочек сегодняшний термос керамический. Я все время раньше покупала металлический, то есть с металлической внутренностью. Я вообще в них как бы не понимаю, как должно быть. Но судя по всему, я полазила по интернету, какие термосы ценятся все-таки керамические. Я так понимаю, что они дольше сохраняют тепло или холод. Ты можешь или холодное туда налить, или теплое, и оно будет дольше держаться. Это фирма Буб. Очень хорошая, говорят. Поставили 5 звездочек этой фирме. Не знаю, мне много не надо. Мне буквально с утра, когда я не очень хочу тратить время на кофе питье, то есть я с утра выпиваю стакан с лимоном, с лимонным соком и с медом, или просто без меда, лимонная вода. Что я сказала? Лимонный сок? Что вообще? Запуталась. Лимонный сок с водой. Поэтому иногда даже с утра даю себе дольше поспать. За 15 минут собираюсь, одеваю очки и уже собираюсь, я имею в виду, крашусь на работе. Еще с небольших обновок у нас сегодня новая микроволновка. Что же случилось со старой? Я не загружаю ничего металлического, никакой фольги. То есть обычная тарелка с едой. И тем не менее, начинал дрожать свет, как будто бы там что-то металлическое. Вот сегодня мне приехала новая микроволновка. Ничего особенного нет. Возможно, она немного по силе слабее, чем моя предыдущая. Но, в принципе, ничего. Единственное, мне не нравится, как она так громкая. И, наконец-то, моя обувь организовалась. Она у меня стояла просто под стеночкой. Иногда я путалась и не могла пропылесосить, чтобы что-то не задеть. Теперь же у меня есть замечательная полочка. Естественно, она для низкой обуви или обуви на каблуке. Никак не сапог. Сапоги у меня все еще здесь стоят. Я так предполагаю, что, скорее всего, еще появится поменьше полочка. Чисто для высоких. Нормально себя чувствуют. Но слишком высокие, например, такие здесь никак не встанут. Потому что мне все надо впихнуть. Дело в том, что, когда вы обновляете свою квартиру, это не значит, что вы хотите потратить кучу денег в пустую. Я за то, чтобы покупать один раз, ну, качество. Потому что, если вы будете, естественно, покупать каждый раз дешевое какое-то... Оно будет каждый раз у вас ломаться. Не важно, что это. Отвертка, открывачка, полочка для обуви китайская, которая, клей рассыхается, и все, она ломается. Лучше один раз нормальное купить. И может стоять, ну, не вечность, но хотя бы, скажем, ближайшие три года мне вполне достаточно. Это не Советский Союз, когда покупали чуть ли не пожизненно мебель или еще чего-нибудь, там какие-то люстры, которые передавались из поколения в поколение. Эта вещь хотя бы должна служить, в моем понимании, в течение пяти лет. Так как, так или иначе, вы будете менять свой квартирный облик. Все новое — это жизнь, это новые эмоции, новые ощущения, новое желание жить и что-то делать. Конечно, можно было бы все чинить, вот все чинить. Но, сами понимаете, если постоянно все чинить, как это будет выглядеть и как это будет влиять на вас. Вспомните, какой-нибудь там электрик дядя Петя или сантехник дядя Вася при совке ходил там в очках, перемотал с изолентой и ходил там 15-20 лет с этими очками. Раньше было немного другое понятие. Сейчас, вот представьте на секунду, вот некоторые люди, конечно, живут в этом до сих пор, и мне, наверное, сейчас смотрят мои видео, удивляются, как это так. Я не понимаю, как это можно так годами жить. Вот я обращаюсь с тем людям, которые любят менять что-то у себя в жизни, которые любят чувствовать какое-то жизненное движение и которые делают ремонт время от времени, ну, то есть косметически в плане там обновлений или меняют мебель, цвет, что-нибудь перекрашивают. Вот представьте на секунду, что вы застряли во времени и вы начинаете этим пользоваться, это всё чинить, вот то, которое вам можно в принципе… Ну да, это отдельная тема, что можно починить, а что можно новое купить, конечно. Но представьте на секунду, что вы застряли в этом времени и вы себя чувствуете, как в болоте. Это вся ряска, это всё, я не знаю, ил, всё цепляется на вас, паутина какая-то, и вы начинаете чахнуть, у вас опускаются руки, вы запускаете себя, женщины перестают краситься, наводить марафет, прически, не знаю, какой-нибудь там целлюлит, заводить там восьмой подбородок. Ну, я просто, к примеру, говорю, что вы начинаете покрываться плесенью, и у вас пропадает желание жить. Любое, что может меня коснуться, что меня может привести к застою, я отвергаю полностью. Даже вплоть до людей, которых я просто ощущаю, что эти энергетические вампиры, я не говорю, что люди плохие, но я просто знаю, что если допущу таких людей в свою жизнь, когда я о ком-то что-то говорю, такое поверхностное, я никого лично не имею в виду, или конкретно кого-то на примере. Если я имею кого-то конкретно на примере, я говорю, вот конкретный пример, с таким-то человеком имя не называю. Поэтому не надо бросаться сразу к своим компьютерам и писать, кто же это такой, или сразу считать, что это она говорит обо мне. Я ни о ком конкретно не говорю. Но я говорю о людях, о вампирах, о пьявках, которые сосут с меня энергетикой, и они даже иногда сами об этом не замечают. Поэтому я просто стараюсь отстраниться таких людей. Потому что любой застой — это, я уже говорила, потерянное время. Когда я теряю время, я начинаю на себя безумно злиться. Безумно злиться. И многие говорят, зачем ты себя так сильно ругаешь, вот внутри, внутренне, самостоятельно. Ты начинаешь себя больше ненавидеть, ты больше опускаешься в какую-то депрессию. Ребята, какая нафиг депрессия, когда хочется жить, улыбаться, и вообще в планах болеть и умирать? У меня каких-то таких планов вообще нет. У меня есть планы, помимо того, что эгоистично наслаждаться жизнью, с одной стороны, с другой стороны, помогать, насколько это возможно, насколько это, мои слова, могут проникнуть кому-то в душу, в сердце и в ум, в первую очередь, или как в разум, помочь расшатать вот это вот болото в их жизни именно только тем людям, которые хотели бы что-то изменить, но не тем, у которых всё замечательно, хорошо и которых всё устраивает. Поэтому я уже говорила и напомню, чтобы мне каждый раз под видео они присылали сообщение, что зачем ты, зачем ты людей подталкиваешь менять свою жизнь. Ребята, я никого, ничего не подталкиваю. Если вы на моём канале, значит, вы именно этого и ищите. Способа, любого способа, как расшатать свою жизнь, как начать новую жизнь, как вдыхать полными грудьми всю вот эту радость этой жизни, счастье. Поэтому не надо мне писать дневные комментарии, всё равно я отвечать на них не буду. И время от времени что-нибудь, хотя бы маленькую какую-то деталь в вашей жизни стоит менять. Меняйте и не бойтесь. Вы почувствуете, насколько это важно для вас. Хочешь поменять свою жизнь, поменяй свой образ мышления. Всех люблю, целую и всем желаю не только в жизни, не только в квартире, но ещё обновить вот здесь.